Оптимальный вариант для женщины – это цветы. Наши женщины заслуживают большого уважения. Стоит дарить что-то такое, что завтра пойдет на пользу. Я бы, наверное, подарил бы тот же самый фен для волос. Я хотел бы подарить красные розы и сделать романтический ужин. Жене я собираюсь подарить цветы. В это время я буду на вахте. И, скорее всего, я закажу цветы, букет цветов. Моей жене очень важны такие публичные знаки внимания. Поэтому я доставлю цветы на работу. Помимо цветов можно было бы, конечно, сделать более такой весомый подарок. 8 марта – это очень ценный международный женский день. Особо значимый у нас в Казахстане. В этот день каждый мужчина готов подарить своим женщинам все самое дорогое. И этот подарок не имеет значения. Цена, то есть подарка. Я своим женщинам подарю цветы. Забронировал ресторан. И вот хочу туда, ну, неожиданно привезти я туда, как бы сюрприз сделать, как бы. И так же, чтобы официант потом цветы, букет цветов преподнес. Как бы так, пока. Я планирую подарить матери цветы и ожерелье, какое-нибудь украшение. Ну, и накрыть на стол грамотно. Купить цветы, тортик. Ну, прежде всего, хорошее настроение. И букет цветов это, как минимум. А там, как получится. Конечно же, в этот день хотелось бы подарить значимый подарок. Тоже сделать его большим, чтобы это был подарок от души. Ну, я не знаю тенденций, конечно же, что дарит вообще сейчас. Ну, это, наверное, классическое. Я думаю, что я подарю своей бабушке, своей маме. Это, конечно же, большие, шикарные букет цветов. Ну, своей супруге я планирую подарить, наверное, ювелирное украшение. Все-таки ювелирное украшение это такая штука, от нее никто не откажется и всегда будут рады.